Здравствуйте, это программа Город С, и я Елена Чернявская. В жизни любого заемщика в случае невыплаты кредита может возникнуть ситуация, при которой его долг передадут коллекторам. Попробуем разобраться, как нужно себя вести, если вам позвонили из коллекторской организации, что делать гражданам, которые столкнулись с проблемой взаимодействия с коллекторами. Это тема нашей сегодняшней программы, и я представляю гостю в студии Дарья Валерьевна Сизова, начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности. Дарья Валерьевна, приветствую вас, здравствуйте. Здравствуйте. Тема, конечно, очень интересная, актуальная. Кредиты берут многие, но и также есть проценты людей, которые их не возвращают. Вот первый мой вопрос, наверное, будет такой, почему вообще сегодня, в январе 2022 году, эта тема актуальна? Ну, действительно, закредитованность населения очень велика, очень большая. За кредитами обращаются очень много граждан, но и тенденция такова. Судя по обращениям, которые поступают к нам в отдел, кредиты оформляются в большей массе в микрокредитных организациях, в микрофинансовых. А связано это, наверное, с тем, что у микрокредитных организаций требований к заемщикам меньше, чем у банков. И процедура предоставления займов, она проще. То есть минимум пакет документов, ну и, соответственно, большой процент. А вот граждане все-таки не обращают на это внимания, когда берут на процентную ставку, или так нужны деньги? Ведь это чистой воды психологии, согласитесь? Да, конечно, никто же не озвучивает процентную ставку годовую в микрокредитной организации. Озвучивают процентную ставку в день, а всего лишь один процент в день звучит не так страшно, как 380% годовых. Соответственно, поэтому и суммы займов, они меньше, чем в кредитных организациях. В основном это до 20-30 тысяч рублей, ну то есть десятки, а не сотни, потому что банки предоставляют все-таки кредиты крупнее. По суммам мы, соответственно, наверное, действительно на психологии это работает. Хорошо. Давайте подведем итоги 2021 года. Какие цифры вы можете озвучить, ну, конечно, по работе вашего отдела, собственно, вы сегодня его и представляете. За период 12 месяцев 2021 года мы к рассмотрению приняли 875 обращений граждан на действия незаконных кредитных организаций, микрофинансовых организаций и коллекторов, которые непосредственно включены в государственный реестр. По результатам рассмотрения этих обращений и подтвердившимся фактам составлены протоколы, возбуждены дела об административных правонарушениях, потому что за нарушение в сфере деятельности по возврату просроченной задолженности предусмотрена только административная ответственность. Составлены протоколы в отношении микрофинансовых организаций 56 протоколов и 12 протоколов в отношении лиц, которые в государственный реестр включены. А вот давайте мы как раз, вы вернее, расшифруете вот это понятие государственный реестр, а коллекторы, которые в него включены. Что это вообще обозначает? Коллекторские организации это юридические лица, которые осуществляют деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. То есть они не являются кредиторами, они не предоставляют займов, они непосредственно работают на возврат той задолженности, которая возникла у граждан в рамках кредитного договора, который заключен с какой-то иной организацией кредитной или микрокредитной. Федеральная служба судебных приставов является органом, который осуществляет контроль и надзор за деятельностью вот этих юридических лиц и, соответственно, с этой целью ведет свой государственный реестр. Реестр общий и также реестры разбиты по регионам, то есть юридическое лицо, которое зарегистрировано на территории Самарской области, соответственно, включено в реестр управления, федеральной службы судебных приставов по Самарской области. И так в каждом регионе, но реестр целый, можно посмотреть. Вот как раз эти данные открыты, они доступны для населения? Да, безусловно, данные открыты, можно посмотреть на именование всех юридических лиц, данные о них на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов России в разделе «Государственный контроль и надзор». Хорошо, ну вот у каждого человека образ, если называется термин «коллектор» и сразу вырисовывается такой не сильно благоприятный образ, однако же вы с ними работаете, вы с ними знакомы. Скажите, пожалуйста, а что вообще из себя сегодня представляют современные коллекторы и вообще, что о них нужно знать гражданам? Пускай даже тем, которые не берут микрозаймы, но тем не менее всякое в жизни бывает, и кто знает, возможно, завтра, обратившись за деньгами в такие организации, но чтобы этого не произошло. Действительно, слово «коллектор» вызывает образ отрицательного персонажа в глазах граждан. В той мере, вероятно, поскольку регулировать деятельность коллекторскую законодательно стали только в 2016 году, когда приняли Федеральный закон номер 230. До этого существовал достаточно широко рынок черных коллекторов, но и сейчас они, конечно же, никуда не делись, но в большей мере есть профессиональные коллекторы, которые работают в рамках законодательства, в рамках 230-го федерального закона, который устанавливает требования, условия, порядок осуществления их деятельности. Это юридические лица, которые работают с микрокредитными или кредитными организациями, как правило, по агентским договорам, то есть образовывается задолженность и привлекается юридическое лицо, коллектор на какой-то период времени для взыскания этой задолженности. Либо второй вариант работы – это передача прав требований, то есть переуступка, перепродажа образовавшейся задолженности вот этому юридическому лицу. Что нужно вообще знать о коллекторах? Какие права у граждан перед ними? Ну, проще говоря, что они имеют право делать, а что категорически, нет? В рамках закона, разумеется. Федеральный закон устанавливает и требования коллекторам, и права, скорее, заемщиков в рамках взыскания. Что необходимо знать? Во-первых, необходимо знать, что условия по кредитованию, независимо от того, в какой промежуток времени они передаются коллекторам, остаются прежними. То есть сумма задолженности, включая основной долг и процент, процентная ставка, срок, ничего не меняется. То есть если взял, грубо говоря, 30 тысяч, эти же 30 тысяч должен отдать, но, разумеется, уже с процентами, правильно? Да, безусловно. Не меняются сами условия, то есть коллекторы не могут поменять процентную ставку по кредиту, не могут требовать задолженность больше, чем она образовалась в рамках вот этих условий. Также необходимо знать должникам, поскольку если с ними работает коллектор, значит, это уже не заемщик, а лицо, которое приобрело статус должника и имеет просроченную задолженность, что у них есть права. Во-первых, заемщик может, должник может направить и кредитору, и коллектору заявление на отказ от взаимодействия, например. То есть чтобы с ним вообще не связывались, не звонили, не осуществляли личных встреч, не направляли смс-сообщения. То есть вы хотите сказать, что после такого заявления они не вправе взаимодействовать с задолжником? Да. Интересно. Либо второй вариант – это взаимодействие только через представителя. Представителем может являться только адвокат, который осуществляет профессиональную деятельность. Такое заявление можно направить по истечении четырех месяцев с даты образования и просроченной задолженности. Ну и, соответственно, потом отозвать, если это необходимо. Дарья Валерьевна, все-таки вот работа ваша и вашего отдела, она направлена на защиту или больше на контроль за этой ситуацией? Скажите, пожалуйста. И на защиту прав граждан, и прав взыскателей в том числе. И на контроль за ситуацией, поскольку служба ни в коем случае не является лицом, который… Ну, заинтересована, наверное, в той или иной ситуации. Да, служба только регулятор этой ситуации, этих действий. Необходимо, чтобы обязанности соблюдались и со стороны взыскателя, и со стороны должника, соответственно. Хорошо. Я сейчас хочу спросить вас о нововведениях. Они есть, и если да, то расскажите, пожалуйста, в чем они заключаются. Ну, что было, допустим, в году 21-м, 20-м, на дворе сейчас 22-й. И очень здорово, что не стоит на месте законодатель, а все-таки осуществляет помощь, в первую очередь, людям, которые оказались, ну, действительно в трудной жизненной ситуации, потому что иначе за такими процентами, деньгами в такие организации ведь не пойдешь, верно? Конечно. Сейчас и в 21-м году, и сейчас продолжается достаточно масштабная реформа контрольно-надзорной деятельности. Вносится огромное количество изменений в законодательство, которое регулирует взыскание просроченной задолженности. В 16-м году, как я ранее уже сказала, был принят закон номер 230-й о защите прав и законных интересов граждан при взыскании просроченной задолженности. Ранее, наверное, самое большое, такое крупное изменение, законодатель установил запрет на взаимодействие с третьими лицами без прямого согласия этого третьего лица, поскольку до этого момента... Пример, пожалуйста. Сразу, чтобы нашим уважаемым телезрителям было понятно. До этого момента огромное, колоссальное количество жалоб поступало именно на такое нарушение, то есть гражданин берет кредит, не указывая никаких данных третьих лиц, то есть без созаемщиков, без поручителя, берет займ, принимает на себя обязательства. Микрокредитные организации, либо коллекторы, после образования у него просроченной задолженности, используя какие-то свои методы поиска информации, какие-то свои базы, иные ресурсы, получают доступ к данным третьих лиц, возможно, социальные сети используют, ну, какие-то свои ресурсы, и пишут сообщения, либо звонят. В основном родителям, друзьям огромное количество жалоб поступает на взаимодействие с работодателем, хотя ограничение на взаимодействие с работодателем также отдельно установлено этим же федеральным законом. То есть, получается, нарушение закона все-таки налицо здесь, да? Конечно. Сейчас, в июне текущего года, законодателям принято изменение вот в этой части. То есть, если раньше федеральный закон устанавливал два условия, при которых можно осуществлять взаимодействие с третьими лицами, это согласие самого должника, которое дано при заключении договора, например, либо при возникновении задолженности дополнительным соглашением, и отсутствие прямо выраженного несогласия третьего лица. То есть, если условно третьему лицу звонят, и он говорит, я не хочу с вами разговаривать, не нужно мне звонить, в этом случае взыскатель не может с ним взаимодействовать. То есть, раньше это работало так, то сейчас, помимо прямого согласия должника, необходимо еще прямое согласие третьего лица. Также это должно быть обязательно оформлено письменно, либо в момент оформления кредита каким-то соглашением с третьим лицом, либо уже на этапе возникновения просроченной задолженности каким-то дополнительным соглашением. Спасибо, все очень понятно и интересно. Дарья Валерьевна, ну вот скажите, закон есть, я сейчас о нововведениях, а как он работает? Ну вот если все-таки нарушаются права заемщика, куда жаловаться? Допустим, сказал, не звоните, я не хочу с вами общаться и так далее. Я решу эту проблему, все равно звонят, не дай бог там приходят, угрожают, ну не знаю, нарушаются права, куда идти жаловаться? Как защитить тебя в первую очередь? Во-первых, это безусловно Федеральная служба судебных приставов, управление региона, проживание должника. Необходимо написать жалобу, сделать это можно либо посредством интернет-ресурса, то есть также у каждого управления, в каждом регионе есть свой официальный сайт. В нашем регионе это у ФССП России по Самарской области, можно зайти на официальный сайт и в разделе интернет-приемная оставить свое обращение, подробно описав ситуацию. Желательно указать наименование кредитора, но достаточно распространены случаи, когда кредитов много у граждан, гражданин, взыскатель при звонке либо при СМС-сообщении не представляется, и гражданин не имеет представления о том, с кем он сейчас взаимодействует. В этом случае, конечно же, указывать некого, там уже необходимо разбираться. Также жалобу можно направить и посредством почтового отправления, то есть письменная жалоба с приложением различных документов, которые подтверждают нарушение его прав и законных интересов, либо привезти в самоуправление и отдать нарочно. Вы сказали обращаться к судебным приставам, но ведь судебные приставы в случае долга также описывают и забирают имущество. В таком случае, чем они отличаются от коллекторов? Судебные приставы осуществляют такую деятельность по решениям суда. Это законная деятельность. Коллекторская деятельность в какой-то мере тоже законная деятельность, но коллекторов нет права описывать имущество и взыскивать задолженность. То есть коллекторы, они могут выступать также стороной взыскания. Кстати, если они направляют заявление в суд, суд принимает решение и направляет решение на исполнение. В этом случае это разная деятельность. Хорошо, Дарья Валерьевна, скажите мне, пожалуйста, а вот как все-таки определить, что звонившая организация – это коллектор? Они же ведь в прямую не представляют, что это коллекторы. По требованиям федерального закона 230-го взыскателя и коллектор, и, например, микрокредитная организация, которая сама осуществляет взыскание этой задолженности, обязаны представиться. Перед непосредственным взаимодействием обязательно необходимо представиться сотруднику, назвать наименование организации, которую он представляет в этом взаимодействии. Поэтому легко определить, что это коллектор. Если нет, если же так происходит, то коллекторы, как правило, выступают в пользу какой-то организации, поскольку взыскивают задолженность, которая образовалась перед иной организацией. И вероятно, что чаще всего бывает в разговорах, в смс-сообщениях они указывают, что действует в пользу вот этой организации. Хорошо. А может ли быть такое? Вот, кстати, какие жалобы к вам поступают чаще всего, что человек взял в одной организации, предположим, микрозаим, а звонят несколько организаций и требуют? Вот как поступать и реагировать в таких случаях? Ну, одну и ту же задолженность. Параллельно не могут взыскивать коллекторы. Таких жалоб не поступало еще, чтобы взыскали несколько раз, например, или пытались взыскать несколько раз. Нет, таких жалоб не поступает. В каком случае тогда отдают долги коллекторам? Договариваются, вероятно, каким-то способом, каким-то путем, мирным урегулированием. Исходя из тех аудиозаписей, которые нам предоставляются, либо сообщений, которые нам, скриншоты, которые предоставляются граждане, готовы оплачивать кредиты. Просто возникает какая-то ситуация, которая не позволяет сделать это в определенный момент. В связи с этим возникает просроченная задолженность. Но в целом граждане готовы к оплате. Соответственно, денежные средства возвращаются, как только появляется такая возможность. Ну хорошо. Все-таки давайте поговорим, как не стать должником, и какие советы есть у вас для наших зрителей? Во-первых, конечно же, необходимо внимательно следить за своими расходами, своими потребностями, не брать на себя долговые обязательства, если вы понимаете, что исполнение таких обязательств вызовет какие-то определенные трудности. Также, если все-таки ситуация возникла, необходимость, потребность появилась, необходимо стараться урегулировать вопрос с кредитором до того момента. То есть напрямую вы имеете в виду, да? Да, напрямую с кредитором до момента привлечения третьего лица коллектора для взыскания задолженности. Для этого есть большое количество инструментов различных. У большого количества кредитных организаций и микрокредитных организаций в том числе есть и процедура реструктуризации задолженности, можно направить заявление, есть отсрочка платежа в большом количестве организаций также. То есть можно договариваться, узнавать в какой конкретной организации какие есть инструменты, ими обязательно пользоваться. На самый крайний случай действует сейчас у нас процедура банкротства физического лица. Можно прибегнуть к ней, если ситуация безотходная. Если есть для этого все основания, потому что... Да, безусловно, безусловно, если есть основания. Конечно. Право граждан на обращение в подразделении судебных приставов, в котором возбуждено или уже ведется исполнительное производство. Есть ли оно? И расскажите, пожалуйста, об этой процедуре. Да, также вступили поправки в законодательство, в соответствии с которыми, если возбуждено производство в отделении судебных приставов, либо это исполнительное производство уже ведется, должник может обратиться в районное отделение судебных приставов заявлений о сохранении заработной платы или иных ежемесячных доходов в размере прожиточного минимума, установленного на территории Российской Федерации. Для того, чтобы это право реализовать, необходимо обратиться с письменным заявлением, приложить к нему документы, которые подтверждают доходы, подтверждают счет, открытые в какой-то кредитной организации его реквизиты, необходимо указать для того, чтобы там оставались вот эти денежные средства. Соответственно, при соблюдении всей процедуры, при достаточности пакета документов это заявление будет принято судебным приставовым исполнителем и когда будет обручено взыскание на денежные средства, вот этот минимум, он будет оставаться неприкасаемым, так скажем. Но здесь тоже есть свои ограничения. Это правило не распространяется на исполнительное производство, в котором есть требования по алиментным платежам, по причинению вреда и здоровью жизни гражданина, возбуждено в связи со смертью кормильца и в связи с возмещением ущерба, причиненного преступления. Хорошо. Дарья Валерьевна, вот такой вот вопрос. Скажите мне, пожалуйста, когда человек приходит в микроорганизацию за кредитом, предупреждают ли его там, что в случае месячной или двух-трехмесячной задолженности ваше дело передадут в коллекторское агентство? Если да, то какие права наступают у гражданина вот в этих случаях? И когда, собственно, наступает вот эта обязанность уже ожидания звонков от коллекторов? Или это не обязательно? Каждая организация действует на свое усмотрение. Да, каждая организация действует на свое усмотрение, поскольку в некоторых микрокредитных организациях и банках, кредитных организациях есть свое дело, свой штат сотрудников, которые непосредственно занимаются взысканием задолженности до судебным взысканием задолженности вот в рамках 230-го федерального закона и взысканием задолженности уже в рамках судебного какого-то разбирательства. То есть этим может заниматься сама организация. Предупреждать о привлечении третьего лица организации кредитора обязаны граждан. Но уже когда решение принято, при привлечении третьего лица в течение месяца кредитор обязан направить должнику уведомление. о том, что третье лицо привлечено для работы с ним. Ну что же, подводим итоги нашей программы. Все-таки, что бы хотелось вам сейчас сказать нашим гражданам по этой теме, в дополнение к вышесказанному, подвести итоги, о чем нужно помнить, если все-таки случилась такая ситуация, и вы, должника, пожалуйста. Необходимо помнить, что у граждан есть свои права, которые необходимо защищать в случае их нарушения. Необходимо писать жалобы, если вдруг вы столкнулись с такой ситуацией, в управлении своего региона. И если коллекторы, либо взыскатели выходят за рамки не только 230-го федерального закона, но, например, за рамки уголовного кодекса, угрожают, применяют какие-то мошеннические, хулиганские действия, то необходимо также направлять заявление в МВД для защиты своих прав. Вот, кстати, в каких случаях все-таки стоит обращаться в полицию, когда все-таки уже поступают прямые угрозы, да, жизни, здоровью, близких? Да, безусловно, для возбуждения уголовного дела необходимо соблюдение условий, необходим состав. Поэтому, если поступают прямые угрозы жизни, здоровью, если осуществляются какие-то хулиганские действия, например, по адресу работы, по адресу жительства, расклеиваются листовки, что-то еще происходит незаконное, обязательно необходимо фиксировать это и направлять жалобы. Ну что ж, спасибо вам большое за очень конструктивный диалог, спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, вы смотрели программу Город Тесну, а если вы взяли долг, помните, что берешь чужие, отдавать придется свои. Всего хорошего, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова